Добрый день, коллеги, извините за задержку. Я партнер компании Leon Family Office и сегодня хотел бы поговорить о нескольких моментах. В первую очередь, хотел бы рассказать о том, что происходит на финансовых рынках, рассказать о том, какие возможности возникли в ходе вот этого текущего кризиса, в котором мы сейчас все находимся, наши клиенты, какие инвестиционные решения они принимают, каким образом формируются портфели. Для начала, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения и вообще анализировать ситуацию на рынках, самое главное, что нужно понять, где мы находимся в экономическом цикле. Вот я хотел бы поговорить, наверное, о трех последних циклах, которые были на рынке. Видите, допустим, инвестирование в рынок акций США в момент рецессии или при ее окончании в течение 10 лет давал 17% годовых. Прекрасная доходность и тот цикл характеризовался очень серьезными изменениями на глобальном уровне. Развалился Советский Союз, возникли развивающиеся страны, появился интернет. То есть это был мощный технологический прорыв, который, в общем-то, и привел к столь... ...с 2000 года по 2008. Это рост Китая, глобализация рынков. И, собственно, даже здесь можно было заработать порядка 5% годовых в течение 6 лет, если, собственно, войти в рынок тогда, когда цикл уже развернулся и начинался новый цикл. Давайте посмотрим на наш последний цикл, который был... ...если бы... ...то в течение 11 лет можно было бы заработать 14,6% годовых. Последние 10 лет характеризовались, наверное, несколькими моментами. Первый и основной – это очень дешевая стоимость денег. Процентные ставки в большинстве развитых стран упали до нуля, в первую очередь в Европе. И создание громадных платформенных компаний, таких как Google, Facebook и так далее. Именно они, в принципе, и двигали рынок вперед. Соответственно, какой вывод из... ...рынок вот здесь, то есть в тот момент, когда мы находимся на пике цикла, доходность вложений в акции существенно падает. Но в то же время, когда всем страшно, и когда мы находимся в состоянии рецессии, даже глубокой рецессии, это как раз то время, когда нужно думать о вложениях в акции. Вот сейчас, собственно, мы находимся в таком состоянии, это начало рецессии. Скорее всего, она будет продолжаться примерно до третьего квартала этого года. И это как раз то время, когда надо искать возможность... ...характеризуется текущий кризис. В отличие от кризиса восьмого года, когда... ...тогда это был системный банковский кризис, который, собственно, как любой банковский кризис, приводит к очень длительному процессу восстановления, потому что не работает финансовая система и нет возможности для бизнеса эффективно кредитоваться. Текущий кризис – это кризис потребления. Это остановка всей экономии. Отчасти это объясняет, почему падение рынка акций, например, в этом году, в марте месяце, составило 33% за полтора месяца. Такого не было никогда. В прошлый кризис падение рынка продолжалось полтора года и общее падение составило порядка 50%. Столь сильное падение было связано с несколькими вещами. С одной стороны, был пузырь на рынке акций еще до, собственно, начала пандемии. И глобальная... ...это то, что рынок сейчас сильно сконцентрирован и на нем активную роль имеют роль пассивные фонды, так называемые ETF, и алгоритмические различного рода технологические инвесторы, которые не смотрят на фундаментальные показатели, и деньги либо заходят, либо выходят в рынок. Чем еще интересен текущий кризис? Он интересен тем, что, в отличие от 2008 года, государства очень быстро на него отреагировали. От 10 до 15% ВВП решения принимались буквально 1-2 месяца, в течение 1-2 месяцев. В данном случае в США это позволило остановить проблему ликвидности, которая в марте была очень острая на финансовых рынках и для бизнеса. Удержать ситуацию в банках. Банковская система практически везде в мире сейчас очень стабильна. и позволила быстро эти деньги завести в финансовое положение, в которое мы попадали в 2008 году после банкротства в Лемон Бразерс, сейчас не повторилось. Какая же основная проблема, с которой нам придется теперь бороться? Основная проблема – это, по сути, падение спроса потребителей из-за безработицы. Вот этот график показывает состояние с рабочими местами в США. То есть все увеличение рабочих мест в течение 10 лет было потеряно в течение вот этого периода пандемии. Да, по сути, рынки сейчас и финансисты, прогнозисты банков говорят о том, что это одномоментная вещь, связанная с карантином, с тем, что люди не могут выходить на работу. Все это дело развернется мгновенно, быстро, в течение двух-трех кварталов. На самом деле это не так, потому что… В первую очередь в США, это крупнейший рынок. Компаниям выгодна, чтобы люди становились безработными, то есть они перекладывают расходы, связанные со своим персоналом, с увольнением, с тем, что им надо сжимать бизнес на государство. Потому что государство пообещали, что да, мы с этими безработными будем разбираться, мы будем делать адресную прямую помощь, распределять деньги. Вот, и это означает, что на самом деле реальное количество безработных очень медленное, не так, как сейчас закладывается. Что это означает для экономики? Это означает достаточно медленный рост спроса. А спрос – это, по сути, спрос потребителей, сервисы. Это 70% роста ВВП в США и больше половины в развивающихся странах. Вот, поэтому восстановление экономическое, она будет, да, быстрее, чем было в прошлом кризисе, потому что нет банковского системного кризиса, но гораздо медленнее, чем предполагают рынки. Сударства готовы практически неограниченно печатать деньги и либо напрямую раздавать их потребителям, чего никогда не было, либо закачивать огромное количество денег в банковскую систему. Каждый кризис обычно приводит к тому, что происходит какое-то существенное структурное изменение в экономике. Вот такое структурное изменение происходит именно сейчас. То есть государства и центральные банки начинают играть огромнейшее на следующем цикле, в следующие 5-7 лет. Вот, и по сути своей мы сейчас приходим к ситуации, что деньги как ресурс стали бесплатными, при этом центральные банки уже готовы практически финансировать бюджетные расходы. Если бы это было, допустим, не США, а Россия или другая развивающаяся страна, такое прямое финансирование расходов государства денег со стороны ФРС и других центральных банков. Вот это вот график увеличения баланса ФРС. Что такое баланс ФРС? ФРС это, по сути, то же самое, что те деньги, которые были, условно говоря, напечатаны и закачаны в финансовый сектор за последнее время. То есть если за последние 5 лет это составляло порядка 3,6 триллионов долларов, огромная сумма сама по себе, пытались снизить этот уровень, но незначительно. И это, кстати, привело к достаточно существенному падению рынка в конце 2018 года. Сейчас буквально за 2 месяца было напечатано 2,5 триллиона. И это, собственно, поддерживает рынки. Рынки финансовые уже привыкли к тому, что если случается кризисная ситуация, цены падают, то придет ФРС, напечатает денег и удержит цены. На самом деле это достаточно тяжелый. Давайте коротко поговорим о том, чего ждать после кризиса, что кардинально изменится. Ну, собственно, вот есть уже прогноз, он все время меняется в сторону понижения, но тем не менее. 6,5 падения в США в ВВП, 7 в Европе, Китай плюс 1, Россия где-то минус 5. Это действительно очень жесткая посадка. С другой стороны, мы понимаем, что она была вызвана, по сути, будет достаточно существенным. Но затем экономика будет расти медленно в течение следующих 2-3 лет. Почему? Потому что действительно значительно увеличится количество безработных, население будет сокращать потребление, при этом будет рост производства достаточно большой. И у нас возникнет кризис перепроизводства. То есть товаров много, а желания у людей их покупать нет. Они скорее будут гасить свои долги, чем вариант дефляции, нулевой инфляции. Дальше поговорим, как это, по сути, будет влиять на рынок. Второй момент – это прекращение глобализации, наоборот, локализация. Собственно, все страны поняли, что они сильно зависят от Китая в ходе этого кризиса. И, соответственно, ключевые элементы производства будут переноситься в США, в Европейский Союз. Это ухудшает эффективность и замедляет экономический рост. Еще важный момент – это противостояние США и Китая. Китай, очевидно, выиграет от текущей пандемии и очень сильно. В отличие от США, которая раздает сейчас деньги просто населению для текущих расходов, Китай начал, открыл, по сути, очень большие программы, инвестиции в IT, в пятое поколение мобильной связи, в искусственный интеллект и так далее. В ходе этой пандемии. И, соответственно, противостояние США и Китай очень сильно ужесточится буквально в ближайшее время. И, скорее всего, эта тема будет даже темой новых выборов в США. То, что мы видим сейчас, будет продолжаться. Это внедрение онлайн-сервисов и удаленной работы. Что здесь важно? Важно то, что последние несколько лет выиграют компании, которые являются крупной огромный сетевой эффект. Недаром Facebook, Apple, Amazon и так далее, это сейчас самые дорогие компании в мире и в разы дороже, чем, допустим, весь нефтяной сектор вместе взят. Этот тренд продолжится, и эти лидеры, они так и останутся лидерами, если только государство не решат их жестко контролировать. Разговоры об этом идут, но, скорее всего, в ближайшее время этого не произойдет. Следующий важный момент. Так как государство сейчас напечатали огромное... Неминуемо будут повышаться налоги. В первую очередь, естественно, будут пытаться повышать налоги на богатых. Я считаю, что возникнет разговор о том, что нужно вводить налоги, например, на прирост капитала. Потому что ситуация, которая сложилась сейчас, деньги печатаются, они не попадают на уровень простых потребителей, но при этом они приводят к инфляции активов. То есть растет стоимость недвижимости, доход с прироста стоимости капитала. И государство, по сути, пытается это сделать. Ставки останутся нулевыми. Действительно, возможна ситуация, когда они будут отрицательны в долларах на какой-то период времени. Ну и последний момент, это контроль государства. То есть мы находимся в ситуации, когда естественный рост потребления очень низкий, и он сильно ограничен. То есть государства начали раздавать деньги. Но тем не менее, государство, естественно, правительство за это будет хотеть получить какой-то контроль. Это и онлайн контроль, и контроль введения различного рода паспортов здоровья, и так далее, и так далее. То есть действительно нужно готовиться к тому, что контроль государства сильно увеличится. Давайте поговорим о том, где можно и как можно зарабатывать. В первую очередь, консервативные активы. 10 лет и непосредственно за последний год. По сути, как бы 10 лет назад средние ставки и в Европе, и в США были на уровне 3,5%. То есть фактически можно было иметь доход, достаточно большой позитивный доход, потому что инфляция не превышала 1,5-2%. То есть можно было просто держать облигации, получать доход в виде купонов, и это, собственно, делают большинство. Даже 10-летние облигации в Германии сейчас дают отрицательную ставку минус 0,5%. То есть покупая их сейчас, вы ожидаете, что вы не заработаете в течение 10 лет. 10-летние облигации США очень сильно упали по доходности, они дают всего 0,6%. Ну тоже доход, явно не покрывающий инфляцию. К чему это приводит? Это приводит к очень важному моменту, к тому, что облигации перестают быть безрисковым активом, который становится спекулятивным активом. Почему? Потому что люди, которые покупают немецкие облигации с доходностью минус 0,5%, по сути, они ожидают, что кому-то их продадут, по крайней мере, с такой же доходностью, а еще и с более низкой. То есть это уже чисто спекулятивный инструмент. И это меняет ситуацию во всей финансовой сфере. Почему? Потому что, как правило, финансовый управляющий держит большую часть портфеля вот в таких вот безрисковых инструментах, которые дают небольшой, но не 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 рискованный инструмент. Сейчас ситуация разворачивается. То есть им приходится более-неволе идти в рискованные активы. Просто потому, что здесь они заработать не могут, а там, где они могут заработать, это предполагает некие спекулятивные ставки на дальнейшее снижение доходности и рост цены облигаций. Вот. Поэтому, собственно, мы приходим к ситуации, что в текущих условиях практически на всех рынках акций будет избыточный спрос со стороны инвесторов и акций. Что происходит с акциями? Как действительно мы уже обсуждали, рынок акций США, если брать индексы с высокой долей IT-компаний, он практически вернулся на уровне начала года. Вот. здесь это явно видно на синем графике. Зачем, за счет чего это произошло? За счет как раз вот этих 5-6 крупных сетевых компаний, как Apple, Google, которые, да, действительно падали в момент в марте, в момент кризиса ликвидности на рынках, но потом также быстро отросли, так как вот я вам только что сказал, для большинства инвесторов они не видят другого варианта, как уходить в акции как единственный вид активов, где можно заработать. Другая часть это корпоративная Америка, вот это тот же индекс США, только он более широкий и здесь нет высокой доли IT-компаний. Вы видите, что да, действительно он упал на 33%, это не и здесь нет инвесторов. Чего ожидать? Стоит ли вкладываться в акции сейчас, нужно ли ждать что-то еще? На мой взгляд, действительно, рынки акций, в первую очередь IT-компаний, закладывают сценарий быстрого восстановления в экономике. Этого не произойдет, значит, будут разочарования. Поэтому я бы, наверное, закладывался на то, что рынки будут еще ниже, может быть они не протестируют свое дно, но они еще должны спуститься вниз, потому что падение потребления они еще непонятны и рынки это не закладывают. Но тем не менее, в любом случае мы находимся в рецессии, эта рецессия не продолжится очень долго, так как нет системных кризисов, поэтому уже движение рынка акций вниз нужно воспринимать как повод для формирования долгосрочных позиций на длительный горизонт. Есть еще один интересный класс активов, это высокодоходные облигации с рейтингами на уровне от BBB до CCC, условно говоря. Вот этот класс активов вы видите, что несмотря на то, что это облигации, их цены упали на 22%, да, это всегда происходит, это корпоративные облигации, они зависят от прибыли компаний, вот, и они падают действительно в момент кризиса так же сильно, как акции. Но с другой стороны, они восстанавливаются гораздо раньше, чем акции, они прошли только половину пути. Вот, то есть рано или поздно они вернутся к своим предыдущим уровням, тем более, что ставки понизились, значит, стоить они должны дороже, чем те уровни, с которых начинали. Вот, на мой взгляд, это как раз сейчас один из самых интересных классов активов, куда можно начинать заходить. Это можно сделать либо через ETF, которых много, хороший вариант для частных инвесторов, либо с помощью управляющих банков, да, которые соберут портфели из просто цены действительно можно ожидать на горизонте нескольких лет в пределах 80% годовых. Хотел бы поговорить вот еще о чем. Стоит ли вообще брать риск сейчас, да, когда страшно. Я делал похожую презентацию в ноябре месяце, здесь же на Ханса и делал такую же таблицу. И тогда основной вывод был, что риск брать не надо. Идет из того, что мы сравниваем консервативную стратегию и агрессивную и сравниваем, насколько мы можем получить увеличение доходности при увеличении риска. Ну, то есть, вот хороший пример последние пять лет, да, то есть, видно, что вложение в консервативную стратегию всего на два процента давало меньшую доходность, чем вложение исключительно в акции, в агрессивную стратегию. Вот. И, соответственно, действительно, в предыдущие годы в восемнадцатом, девятнадцатом не было смысла. Ставки падали, цены росли, облигации давали хорошую доходность с учетом риска. Сейчас ситуация меняется. Как я показал, консервативная стратегия с большой долей облигаций вряд ли много заработает и в лучшем случае покроет инфляцию. Но акции, которые упали, они действительно в течение нескольких лет, это начало следующего цикла, это тот период, когда акции растут максимально. Поэтому, действительно, сейчас есть смысл начинать увеличивать риск. Собственно, мы находимся в рецессии, инвестировать надо в момент, когда рецессия заканчивается, я думаю, что это конец этого года. То есть, у нас есть несколько кварталов, когда надо действительно принимать решения. И в первую очередь, на мой взгляд, нужно идти туда, где минимальные капитальные инвестиции и минимальный уровень долга. Нужно идти туда, в те компании, которые имеют большие сетевые эффекты. Выигрывает от того, что их становится больше. Классический пример – это Facebook. Чем больше людей пользуются этой платформой, этой компанией, тем больше пользу они от этого имеют, и тем дороже компания. И тем больше прибыли она может получить от своего своих лояльных потребителей. Поэтому вот здесь, по сути, перечислены все компании, которые имеют именно такой профиль. По всех сервисах то, что происходит сейчас, перенос большинства IT-решений в облако. Этим займутся многие компании сейчас для того, чтобы сэкономить на издержках на своих командах IT и так далее. Интернет вещей – это та вещь, которая будет активно развиваться с появлением нового поколения 5G в мобильной связи. Классические вещи, такие как продуктовый ритейл с высокой продуктовый действительно начали быстро наращивать онлайн-присутствие. Они выиграют и у них есть спокойный потенциал роста сейчас и сюда можно заходить. Важный момент – это производители контента. Последние 5-7 лет мы были в экономике, где в основном зарабатывали компании на том, что люди проводили свой досуг в интернете либо не зарабатывали компанией, которым приходилось производить дорогие вещи длительного потребления, такие как автомобили. Этот тренд продолжится. Поэтому сейчас основной спрос в нашей экономике глобальной это как раз на контенте, на производстве контента. Это студии, компьютерные игры, все что угодно. Вот это будет работать. Хорошие инвестиции коллекторские агентства. Их прибыль растет в разы буквально в течение двух месяцев. Есть возможность выкупить дешево портфели у банков, портфели как бы заемщиков, которые временно плохо платят. Ну и наконец в недвижимости это скорее должна быть с флотской недвижимости логистика. Чего нельзя покупать? Нельзя покупать компании нацеленные на долгосрочные покупки населения. Ну авиалиния это понятно. Это автомобили, это ритейл не связанный с продуктами питания, это бренды такие как ГЭП компании, производители сырья. Допустим для производителей сырья будет хорошее время, но оно будет через полтора-два года, когда начнется новый цикл экономического роста. Торговая и общественная недвижимость действительно сейчас будет в очень тяжелой ситуации именно из-за закрытия большого количества малого бизнеса. Ну и наконец банки. Почему нельзя покупать банки сейчас? Потому что если в восьмом году основная проблема была у банков, сейчас основная проблема у их клиентов. То, что он растет уже третий год, это золото. Для золота ситуация сейчас складывается просто идеальная. Огромное количество новых денег, практически нулевые ставки по всем валютам. То есть золото превращается в новую резервную валюту. И соответственно растет спрос людей на этот реальный актив, в то время как все понимают, что обычные валюты их печатают в таком объеме, под вопрос. Соответственно я уверен, что золото продолжит расти, в портфелях его доля увеличивается не только у нас, но и у всех институциональных клиентов. Ну и прогноз наверное там уровень 2000 мы увидим к концу этой рецессии. Несколько слов о том, как менялись портфели клиентов, во что они сейчас вкладывают. Ну собственно опять же я выступая в ноябре приводил вот этот график 2019 года. Клиентов было в деньгах порядка там 30 процентов если вместе с золотом то до 100 к. Ну и практически не было акций. Сейчас на мой взгляд самое время это заходить в акции наверное не агрессивно искать момент входа всегда трудно самое лучшее правило здесь заходить планомерно небольшими объемами но практически там каждый месяц каждую неделю потому что заходить в акции сейчас комфортно экономический цикл роста и акции будут расти вот и собственно да мы увеличили золоту долю золота в клиентских портфелях я считаю что 10 12-15 процентов золота на горизонте 2-3 лет это очень правильный класс активов несмотря ни на что золото за последние два с половиной года показало большую доходность чем акции ну и в заключении стратегия на один-два года если полгода год стратегия была не потерять кризис сохранить то есть стратегия должна меняться то есть нужно делать ставку на прирост капитала как я уже сказал за счет восстановления рынка акций в момент начала нового экономического цикла роста второй момент это получить или зафиксировать сейчас в гаце не в государственных и рассматривать золото как альтернативный источник ликвидности если раньше буквально полгода назад денежные средства в долларах давали доходность порядка полтора-два процента сейчас она будет нулевой и соответственно держать денежные средства смысла большого не будет то есть это должны быть либо государственные облигации но они становятся как я показал очень спекулятивными либо золото для которого соответственно как мог бы выглядеть сбалансированный портфель из каких активов собран мог бы быть с целевой доходностью вот в пределах 8-12 процентов я практически про все рассказал скажу несколько слов про хедж фонды на мой взгляд это класс активов который должен быть у клиентов сейчас есть возможность заходить даже не с миллионными деньгами в этот класс вот это вот long short equity то есть фонды которые вкладываются в акции но при этом хеджируют это фонды которые зарабатывают на volatility либо на арбитражных сделках сейчас для них идеальная ситуация на рынках очень высокая волатильность цены прыгают очень сильно и расхождение в ценах оно тоже существенное то есть таких возможностей для заработка сейчас много вот собственно все что я хотел сказать буду рад ответить на вопросы после выступления спасибо большое спасибо андрей вот мне кажется у нас есть один вопрос сейчас я попробую а нет не вижу не вижу вопроса если есть вопросы вы можете написать или поднять руку вот есть такая функция поднять руку можете ей воспользоваться вот а пока пока наши участники у нас эти сегодня больше 100 участников что очень приятно в декабре декабре он